Уважаемый господин Харшти, от имени правительства Беларуси я должен в очередной раз заявить о принципиальном непризнании мандата специального докладчика. С сожалению, констатируем, что сегодня Совет ООН по правам человека вынужден рассматривать политически мотивированный, однобокий и предвзятый документ. Его содержание намеренно искажает реальность. Главная цель доклада, а точнее спонсоров этой резолюции, создавшей мандат, это обоснование целесообразности, сохранение давления на политическое руководство Республики Беларусь. Подчеркну, что говорил в предыдущие годы. Ситуация с правами человека в Беларуси, как и во всех других странах, включая те, которые объявили себя чемпионами в этой сфере, не является идеальной. Но также и прежде всего хочу заявить, что ситуация с правами человека в Беларуси не несет в себе угрозы ни для граждан страны, ни для соседей, ни для международного сообщества. И уж тем более на фоне всех гуманитарных катастроф и кризисов в разных уголках нашей планеты, эту ситуацию нельзя назвать кризисной или требующей неотложенного внимания мирового сообщества. Мы работаем над совершенствованием гражданско-политических и социально-экономических отношений, как того требуют от нас принятые нами международные обязательства по вопросам прав человека. В стране созданы соответствующие институциональные рамки, включая национальный план по правам человека. При решении проблем мы исходим из внутрикосударственного понимания зрелости тех или иных процессов и институтов. Мы суверенное государство, способное достаточно эффективно решать задачи развития общества, обеспечивать функционирование всех его систем и не нуждаемся в каком-либо внешнем мониторинге, навязчивых советчиках и тем более в специальном докладчике Совета ООН по правам человека, чей пост был учрежден без согласия правительства Беларуси. При этом мы повторяем, что наша страна открыта для уважительного и равноправного сотрудничества. В его рамках мы готовы рассматривать и тематику прав человека. Спонсоры специального докладчика по Беларуси в СПЧ ООН должны понять, что через политическое давление не продвинуться вперед ни по одному из тех вопросов, которые Беларусь обсуждает с Европейским Союзом или с США в двустороннем формате. Господин председатель, в последнее время много рассуждений о том, как улучшить работу нашего совета, сократить время на дискуссии, оптимизировать ресурсы. В этом контексте мы полагаем, что рассмотрение ситуации в Беларуси – это именно та ситуация, когда можно и нужно оптимизировать. Учитывая изложенную нами позицию, Беларусь призывает государство не участвовать в диалоге со специальным докладчиком. Уверены, что в освободившееся время Совет сможет использовать для обсуждения других действительно неотложных вопросов в области пощрения и защиты прав человека. Благодарю за внимание. Продолжение следует...